ребята всем привет вы соленые вы на моем канале вы на канале с холистическим психологом я тренер по здоровью психическому и физическому сегодня с вами поговорим про такую шикарную тему как гипертония и я могу сказать что во многих случаях даже без улыбок хочется улыбнуться но не хочется гипертония то что влияет на ваше и психоэмоциональное состояние и на физическое гипертония часто связано с различными и психоэмоциональными состояниями и физическими сейчас разложу если у вас есть например проблемы с щитовидной железой могут быть проблемы с гипертонией что это значит например при дефицитарных состояниях может подниматься давление при дефиците натрия калия кальция также можно иметь гипертонический криз гипертоническая болезнь возникает при тревожности и при невозможности закрыть какой-то жизненный момент а то есть вы нервничаете по какому-то априори интересному тревожному для вас состоянию и могу сказать что во многих случаях для того чтобы гипертония пришла нужно разделить для себя это работает моя психика или это у меня проблемы с гормонами и тогда я принимаю дикий ямс я восполняю суточный белок я даю себе магний я двигаюсь я пью достаточное количество воды я добавляю нутриенты для кишечника для желчного это одна история другая история моя гипертония связана с тем что сейчас мне нужно там например окуп выкупать машину я там разбилась например с машиной это стресс моя гипертония будет долго пока я не там найду деньги на то что меня эмоционально подавляет соответственно гипертоническая болезнь это ну как бы история которую нужно понимать причины например у моей мамы гипертония ну как бы уходит по причине введения к энзима по причине низкогликемической низкогликемического питания по причине ежедневного движения и по причине отсутствие стимуляторов то есть она не пьет там кофеин их что-то такое она пьет достаточное количество воды магний минералы пьет коллоидные минералы и соответственно много двигается питание у нее абсолютно простое никаких булок хлебов колбасов и чего-то такого она не принимает внутрь и соответственно давлению ниоткуда быть и другой момент это нервная система то есть не мама вообще человек который мало нервничает и я маг не даю просто для профилактики другое состояние о моей клиентке которые 23 года и у нее гипертония гипертония на фоне учебы работы и соответственно здесь нужны и моменты связанные с релаксацией и пониманием почему у меня так происходит что же я так не так ли так делаю где я спешу где бегу чего я не додаю почему меня мучает гипертония соответственно это может быть и не гипертония а гипокалиями и гипонатриями она тоже проявляется такими историями и гипертонию часто путают с другими состояниями например заболевания органов дыхания заболевания нервной системы заболевания опорно-двигательного аппарата то есть например на фоне протрузии будет всегда гипертония соответственно нужно знать свои болячки в лицо профилактировать их и не сдуваться как я говорю потому что сдуваться мы будем на том свете а здесь мы будем создавать работать и стараться быть в тонусе а вы что делаете для того чтобы быть в тонусе напишите под видео могу сказать что гипертония также характерно людям с кем с чем с проблемами с половыми гормонами то есть проблема инсулина инсулинорезистентности будет туда же гипертония все это нужно решать комплексно омега сирекс бердок биплером восьмерка то есть терапия которая поддерживает организм внутри и если есть вопросы с удовольствием отвечу